Если вы мужчине не доверяете, то он никогда не почувствует любви. Теперь, если вы мужчине не доверяете, вы хотя бы сделаете вид, что вы ему доверяете. И так как человек верит в любовь, человек верит по природе в любовь, он почувствует любовь. Вот вы не доверяете. Женщине очень трудно доверять чужому человеку сразу. Надо привыкнуть к человеку. Это время должно пройти. Надо сделать вид хотя бы, что вот. Я тебе доверяю. Все. Ну можете же так вот, вот так посмотреть. Можете, каждая женщина так может смотреть. Так нужно это мужчине. Иначе он не чувствует любви. Просто не чувствует. Вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня исключение. И этому человеку доверять невозможно. Надо учиться. Если вы не доверяете, он не будет с вами никогда. Останетесь одна. Если вы не даете возможность мужчине почувствовать, что у него в голове течет правильная мысль, то он никогда не будет испытывать рядом с вами счастье. Никогда. Если вы будете указывать на неточности мыслей его и понимание вещей, он никогда с вами не будет испытывать счастье. Потому что мужчина чувствует любовь только от той женщины, которая понимает ход его мыслей. Ну, допустим, женщина разумная, допустим. Мужчина говорит, я летчик. Она говорит, супер! Я всю жизнь хотела познакомиться с летчиком. Хотя она вообще раньше об этом не думала. Но она так говорит ему. Почему она так ему говорит? Просто потому, что она уважает мужчину, его мужскую природу. Потому что мужчина, он живет своей целью в жизни. Понимаете, для него это самое главное, его цель. Он устремлен, как стрела в какое-то направление. Он летит, он добивается всего, чего он добивается. Он добивается всего в своей жизни. Где? Во время полетов. Это его жизнь. Он там добивается всего. И там эта значимость огромная для него, вот этого того, что он это делает. И он какую женщину хочет встретить? Которая понимает, как важно летать на самолетах. Как важно вообще для всех людей на земле летать на самолетах. Он говорит, ты летчик? И в этот момент в его сердце входит любовь. Он говорит, да. Почему? Потому что он видит, что он нашел женщину, которая его понимает. Которая понимает, как важно делать то, что он делает. Потому что именно он так понимает свою жизнь. Когда я приезжаю с лекции усталый, уже уставший, я облетаю два раза земной шар за год. Ну естественно каждый раз я приезжаю очень уставший. И я говорю, я наверное не буду больше ездить лекции читать. Жене говорю, она смотрит на меня и говорит, ты что с ума сошел? Это невозможно. Это очень важно, чтобы ты читал лекции. Я смотрю на нее и думаю, настоящая жена. Она меня понимает. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение. И вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Знаете, мы должны свою жизнь прожить вместе. Для этого не надо видеть мелкого в зеркальном отражении. Надо видеть главное. Я вам сейчас говорю о главном в человеке. Если вы научитесь видеть главное, значит человек останется с вами. Если будете видеть мелкое, не останется. Мужчине нельзя сомневаться. Вы должны смотреть на него, как вечно ваш человек. Все. И он тогда будет таким. Вы можете как замуж не торопиться, допустим. Но сомневаться нельзя. Вы потеряете человека просто. Потому что если вы в нем сомневаетесь, любовь через вас к нему не течет. Ваша любовь к нему не течет. Нет контакта. Если вы, мужчина, сказал что-то важное в своей жизни. Я хочу пойти работать на эту работу. Это очень ценность большая для него. Вы должны подойти и сказать, почему ты решил. Он расскажет вам. Будет очень приятно об этом поговорить. Вам, конечно, не очень. Но вы должны, ведь мы должны учиться другого, близкого человека понимать. В этом же заключается уважение понять. Уважение то, что я себя понимаю в отношении. Когда человек слишком сильно себя понимает в отношении, тогда из этого все скандалы. Я доказываю свое, он доказывает свое. Потом люди расходятся. Может научиться понимать близкого человека, чтобы любовь твоя к нему пришла в сердце. Мужчина хочет, чтобы женщина признала его разум. Что он разумный человек. Точно так же, как женщина родилась для любви и для счастья, мужчина родился для победы, для достижений. Он родился для того, чтобы быть старшим, чтобы его уважали. Он родился для положения какого-то в обществе. Он родился для того, чтобы достигнуть своей цели. Он хочет быть сильнее. Он хочет быть лучше мужчинам. Его вся психика и все его существование на это нацелены. Вот представьте, допустим, человек хочет бежать куда-то, да? Он хочет бежать, а кто-то ему ставит препятствие. Он только разбежался, ему раз, шлагбаум. Да что ты будешь делать? Он опять только разбегается. Препятствие. Он думает, да не хочу я рядом с этим человеком бегать. Я хочу свободно, чтобы бежать. Если мужчина хочет достигать цели, а женщина в этом постоянно сомневается, он с ней жить не будет. Она гасит его. Он только включился быть мужчиной. Она раз, испугалась. Говорит, зачем тебе это надо? Он испугался, но как бы он гасится, он психует. Не испытывает счастья такой женщины. Понятно, что женческая природа во всем сомневается. Она боится нового всего. Мужчина, это кто такой? Тот стремится всегда к новому. Он не может ожить, остановиться на старом. Если он остановился на старом, он уже несчастен в жизни. Он уже не жилец, все. Ему надо что-то менять в жизни постоянно. Так устроен мужчина. Он развивается всегда, идет вперед. Ну, в той сфере, где он хочет. Женщина не должна туда влазить. Она должна терпеть. Ей трудно терпеть перемены. Это она стабильности хочет. Мужчина не может не меняться. Он постоянно должен вперед. Она должна его поощрять. Молодец. Отлично. Хотя она ничего в этом не разбирается. Просто это надо делать для близкого человека. Так же, как мужчина в нежности не разбирается. Он не разбирается в отношениях. Он туповат в отношениях. Надо поддерживать, стараться аккуратненько себя вести женщину. Почему? Потому что она так хочет. И она будет счастлива. Точно так же женщина должна делать то, что мужчине нужно в жизни. Растение не может без воды расти. Нужно поливать мужчину, иначе он завянет. Вот, допустим, он добивается вас, но боится создать семью. У него есть такой страх. Ну, пойдите к нему навстречу. Скажите, я понимаю твой страх. Все, мы идем вперед в отношениях. Мы с тобой идем вперед. Рано или поздно он взят, возьмет вас замуж, потому что вы верите в него. Говорите, я верю, что ты создашь со мной семью. Это не значит, что надо бросаться в омут. Надо верить, но при этом ждать, когда распишется. Ставить сроки. Это другой вопрос. Это вопрос разумности в отношениях.